ВОЕННАЯ МОРСКУЮ БАЗУ Вооруженные силы Украины этой ночью атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщая об атаке двух безэкипажных катеров. Ну а в двухстах километрах от Новороссийска, уже в аннексированном Крыму, на побережье того же Черного моря, в городе Феодосия, местные жители слышали серию взрывов. Минобороны России сообщили об атаке 13 украинских беспилотников. В Киеве на российские обвинения в атаках не отреагировали, но подтвердили, что атаки на Крымский мост прошлой осенью и этим летом организовали украинские спецслужбы. Это программа «Утро», прямой эфир телеканала «Настоящее время». Меня зовут Владимир Михайлов. Здравствуйте. В начале выпуска призываю наших зрителей, которые смотрят нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время», поставить лайк этой трансляции. Так работают алгоритмы соцсетей. Так вас, зрителей, станет больше. А для нашей редакции это действительно важно. «Лен, смотри!» «Смотри, полон на себя работает. Вон. Слышишь? Ты слышишь меня? Тебе слышно? Вон опять, смотри. Нефть и бонзу. 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 Ну вот такое видео публикуют сегодня утром в местных пабликах Феодосии. Это на востоке аннексированного Крыма. Там сегодня, ранним утром, местные жители слышали взрывы и видели запуски, предположительно, ракет противовоздушной обороны. Советник главы оккупационного правительства Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале написал, что в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО и все объекты были сбиты. Позже Российское министерство обороны заявило об атаке 13 беспилотников на территории Крыма. Как утверждают в российском ведомстве, дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 беспилотников и еще 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны России в атаке обвинили Киев, добавив, что пострадавших и разрушений нет. В Киеве слова российского оборонного ведомства никак не прокомментировали. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот это уже видео из порта российского города Новороссийск, примерно в сотне километров от Крыма. Ранним утром в российских провоенных телеграм-каналах появились видео якобы с уничтожением нескольких морских беспилотников. Позже атаку морскими дронами подтвердили и в российской Минобороны. По данным российского ведомства, ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Как утверждает ведомство, оба были уничтожены. При этом ранее ночью приходили сообщения о взрыве и стрельбе на западе от Новороссийска в районе часа ночи. В Южной Озереевке местные жители слышали очень громкий звук. Об этом пишет телеграм-канал Суперновости Новороссийска. Южная Озереевка – это село на берегу Черного моря, примерно в 8 километрах на запад Новороссийска. Отмечу, что Новороссийск – это главный российский порт на Черном море. Там находятся нефтеналивные терминалы российских нефтяных компаний. Также в Новороссийске находится база военно-морского флота России. И после атаки в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Каспийский трубопроводный консорциум», который владеет нефтяным терминалом Новороссийска. Как утверждает пресс-служба компании, терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры. При этом местные жители в соцсетях предполагали, что ночной взрыв прогремел именно на нефтяном терминале. Ну вот в Киеве на все обвинения российского Минобороны пока молчат, но украинские спецслужбы причастны к обеим атакам на Крымский мост в середине июля этого года и в октябре прошлого года. Во всяком случае, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. Данилов подтвердил заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о причастности сотрудников украинской спецслужбы к атаке на Крымский мост в октябре 2022 года, а также рассказал, что сотрудники СБУ причастны ко второму подрыву моста в июле этого года, о чем ранее украинская сторона не заявляла. Как взрывы на Крымском мосту и постоянные атаки беспилотников на аннексированный Крым повлияли на курортный сезон на этом полуострове, что говорят владельцы отелей и сами туристы, далее смотрите в материале Арины Федоровых. Это центральная улица Поповки, поселка на западном побережье Крыма. Ранее в это время тут было не протолкнуться из-за туристов, рассказывают местные жители. Но сейчас все изменилось. Из-за развязанной России полномасштабной войны и ударов в ССУ по Крыму, туристы неохотно едут на оккупированный полуостров. Наш гостевой дом уже практически заполнен полностью с 15 июня и до середины сентября где-то. В этом году в связи с тем, что пляж закрыт, конечно же, гости наши не поехали, потому что в Поповке здесь, естественно, люди едут на море и на пляж. С конца прошлого года российские военные создают вдоль Крымского побережья эшелонированную защитную полосу. На морском берегу вырыты десятки километров траншей, созданы минные поля и огневые точки, расставлены противотанковые бетонные заграждения. Согласно официальным данным, в этом году в Крыму будет недоступен каждый девятый пляж. Кроме этого, добраться туристам в оккупированный Крым не так просто. Гражданские самолеты не летают, а ехать через Керченский мост или Чангар небезопасно. Все покинуть мост. Внимание! Возвышенная тревога! Все покинуть мост. Внимание! Возвышенная тревога! Кроме того, российские войска используют эти дороги для переброски на фронт военной техники. И ВСУ их могут обстреливать. Сложности были, да. На пароме простояли сутки. Очереди пока большие, в связи с затруднением переправы Крымского моста. Новые дороги тоже стоят, через новые земли стоят пробки. По суткам, по двое суток ребята стоят, не могут проехать. Помимо этого, тех, кто мог доехать до аннексированного полуострова Пасуши, могли отпугнуть взрывы на военных аэродромах и складах боеприпасов. Так было в прошлом году. Аэродром на Афидровке был атакован. Попала ракета. Или взорвалась бомба. Вот вам и безопасность. А вот взрывы уже этого, 23-го года. Ешкин, Картошкин, ну это просто капец. Ну это просто капец. Мама, мы, короче, сидели сейчас, взрыв бомбанул, вот мы на горе, вот тут посидели, и там вон взрыв огромный просто. Наличие проблем признают даже оккупационные власти. Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в начале июня заявил, что туристический сезон в этом году пройдет, цитата, в урезанном варианте. Российское правительство пообещало компенсировать простой. Деньги пойдут на выплаты минимальных зарплат 30 тысячам работников в течение четырех месяцев. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 миллиардов рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний. Однако эти деньги распределят только между официально зарегистрированными компаниями. Частникам придется выживать самостоятельно. Люди, работающие в туристической сфере, жалуются, что обычно живут от лета до лета на деньги, заработанные в сезон, и не знают, как им быть в этом году. Мы надеялись на компенсацию не только Мроты, а на какую-то другую компенсацию, по крайней мере, для жителей Поповки. Потому что у нас абсолютно ограничен доступ к морю. То есть у нас нет туристов вообще. Но мы-то за вот этот сезон, который мы работаем, который длится всего лишь три месяца, мы живем весь год. И мы не одни такие. Уже известно, что только по официальным данным в июне загрузка отелей в Крыму составила всего 40-45%. Неофициально – еще меньше. По прогнозам так называемых местных властей поток туристов уменьшится вдвое в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с 2021, дополномасштабного вторжения России, то в четыре раза. По словам местных жителей, туристического сезона хуже на их памяти еще не было. Ну а в бизнес-районе российской столицы, Москва-Сити, накануне вновь прозвучал взрыв. Правда, в этот раз взорвался не беспилотник, а учебная граната, которую бросил в припаркованный автомобиль вооруженный мужчина. Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, мужчину задержали. Ну а что же в самом Москва-Сити? Сотрудников Министерства экономического развития России, офис которого находится в том числе в одной из атакованных беспилотниками башен, после атаки дронов перевели на удаленную работу до 1 сентября. А сотрудникам Яндекса запретили работать в офисе Москва-Сити и в офисе по ночам. При этом риэлторы жалуются, сдать апартаменты в башнях бизнес-центра стало сложнее. Однако район до сих пор посещает множество туристов. Наш корреспондент в Москве снял видеоэкскурсию, что происходит в Москва-Сити через несколько дней после взрывов дронов. Инесса работает в этой высотке. Именно туда дважды за минувшую неделю прилетел беспилотник. Говорит, что на один день компания перевела на удаленку, но потом все-таки пришлось выйти в офис. Один день побыли на удаленке, во вторник, и все, обратно. Ну так оглядываетесь, в окно смотрите? Нет, хочу смотреть. Ничего не увидел. Нет, ну так, более-менее. Если в ночь на воскресенье, по данным ТАСС, были выбиты окна в 50-этажной IQ-башне на пятом и шестом этаже, то при повторной атаке в ночь на вторник беспилотник взорвался на 21 этаже. В этой высотке находится сразу несколько федеральных ведомств. Издание агентства сообщало, от двух взрывов повреждены офисы Минцифры и Минэкономразвития. Кстати, как пишет коммерсант со ссылкой на приказ главы Минэкономразвития Максима Решетникова, всех сотрудников этого ведомства перевели на удаленный режим работы до 1 сентября. Кроме этих учреждений в IQ-башне находятся еще офисы Министерства промышленности и торговли, а также еще несколько федеральных госучреждений. Одно из них – Россельхозбанк. Именно с него российские власти пытаются снять санкции, чтобы продолжить зерновую сделку. Как говорят работники этого офисного центра, пока с ними инструктаж, как действовать при следующей атаке дронов, не проводили. Есть стандартная инструкция, что делать в случае пожара, каких-то катаклизм. Это все прописано в правилах, поэтому лестничная площадка и вниз. А что делать-то надо? Спускаться вниз, идти на выход из здания. А вот в прокремлевский телеграм-канал «Ридовка» с более чем двумя миллионами подписчиков публикуют интервью с сотрудником ресторана в одной из башен Москва-Сити, который утверждает, что с ними провели занятия по эвакуации. Нет, у нас организовали уже четкий распорядок, что делать в этой ситуации, как вести себе персоналу, эвакуацию башни. Можно сказать, повторно провели эвакуацию. То есть сегодня была эвакуация, да? Да, была. То есть услышали взрыв и соседний? Да. А какие еще рекомендации, может быть, есть у вас от руководства в таких случаях? Ну, у нас сегодня нам еще пользуются. У нас такой день сегодня был выходной. Никого из гостей в ресторане особо не было. И, собственно говоря, у нас эвакуация была только у персонала. Москва-Сити – это деловой центр российской столицы. Тут находятся самые высокие здания города. Всего 19 небоскребов. В портале штаб-квартиры важных российских компаний – Яндекс, Транснефть. Вот в этой высотке один из крупнейших российских банков – ВТБ. Кроме того, на самых высоких этажах, либо в отдельных башнях, расположены апартаменты для проживания. Однако, как рассказал изданию агентства администратор IQ апартаментов, постояльцы начали съезжать. А на вопрос, можно ли бронировать жилье, четкого ответа не дал. Извините, но пока ничего не известно. Не хочу обманывать. Сегодня был второй случай, и нашу башню полностью оцепили. Сейчас оцепление снято. Что будет через две недели – не знаю. А вы не работаете сейчас вообще? Работаем, но сегодня гости уезжают. И завтра. Так же боятся. Много отмен. Однако, через два дня после взрыва в Москва-Сити, этот район все равно остается полон туристов. Атака дронов их не испугала. Нет, не боимся. Почему? А почему мы должны бояться? Такой дрон прилетел. Ну, ничего страшного. Мы верим в лучшее. Как пишет издание «Верстка», за три месяца до Москвы и области, по заявлениям российских властей, долетели как минимум 28 беспилотников. Чуть меньше половины из них повредили здания жилых домов и государственных объектов. Как писали российские СМИ, при атаке на Москва-Сити в ночь на минувшее воскресенье в одной из башен получил ранение охранник. Тем не менее, пока работники офисных центров не особо переживают. А чего боятся? Смерти боятся. Ну, может, еще раз прилетит. Прилетит, я думаю. Да? Я думаю, да. В окно выглядываете? Конечно. Или шторами закрываете? Нет. Удаетесь работать? В офисе приходить? Да нет, честно говоря. У нас выбора нет. Инесса говорит, что они волнуются. Тем не менее, в компании сотрудникам настоятельно рекомендовали ночью в Москва-Сити лучше не появляться. Итак, еще раз. Как посчиталось здание «Верстка»? За три месяца до Москвы и области долетели 28 беспилотников. И при каждой атаке российские власти не включали сигналы воздушной тревоги. Хотя, как пишет издание, можем объяснить. Согласно сайту госзакупок, власти Москвы ранее потратили на систему оповещения граждан почти 200 миллионов рублей. Это более 2 миллионов долларов. В начале мая, после того, как беспилотниками был атакован Кремль, депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин направил запросы в Минобороны, МЧС и московскую мэрию с просьбой объяснить, почему система оповещения в Москве так ни разу и не сработала. И вот, что на запрос ответили в Главном управлении МЧС по Москве. Ввиду того, что информация об атаке на Кремль 3 мая 2023 года поступила в ЦУКСГУ МЧС России по Москве при непосредственном падении или после падения беспилотников, включение сигнала «Внимание! Всем!» являлось нецелесообразным. Кстати, вот такой ответ от МЧС противоречит официальной позиции российского Минобороны, которая каждый раз сообщает, что все беспилотники были сбиты либо подавлены средствами электронной борьбы на подлете. И к нашему эфиру присоединяется российский политолог Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, а вот москвичи хотели бы слышать сигналы воздушной тревоги каждый раз, когда дронами атакуют российскую столицу? Я думаю, что здесь совпадает, собственно, позиция властей и ощущение москвичей. Лучше бы этого не слышать, потому что это переход в другое состояние. Сейчас состояние спокойствия, на самом деле, несмотря на то, что есть некоторые такого рода кейсы. Люди адаптируются к текущей ситуации в том смысле, что если не на мою голову упало, то значит, это не упало никуда. Это не имеет никакого значения. Москва большая, это целая страна, по сути. И если происходит нечто где-то в деловом центре, понятно, почему избирается такая цель. То средний россиянин, средний москвич думает о том, что он здесь совершенно ни при чем. Если это переводится в другой режим, режим опасности, это меняет настроение. Чего бы не хотели власти, ни московские, ни федеральные. И, собственно, и самим москвичам или жителям других городов не хотелось бы выходить из зоны относительного комфорта. Да, война стала как бы состоянием перманентным, и внутри нее живут эти люди. Но они пытаются дистанцироваться от того, что происходит. Собственно, вот это нежелание бояться, хотя многие боятся, но все-таки основная масса не обращает на это внимания. Это ведь нежелание думать о том, что вообще вокруг тебя происходит, и почему это происходит. Даже если не думать, Андрей, позвольте вас перебить, извините, пожалуйста. Но все-таки, даже если не думать, а предполагать, что тот же взрыв беспилотника, это может быть и небезопасно для собственной жизни. Поэтому нужно включить сигнал тревоги и уйти в укрытие. Вот нет, что ли, этого чувства своей собственной безопасности хотя бы, сохранения своей жизни? Вы знаете, я бы вот этот вопрос поставил в более широкий такой, я бы даже сказал, исторический контекст. На это никто не закладывался. 30 лет жили в модернизированном обществе, несмотря на авторитаризм Путина. Совершенно никто ни с кем не собирался воевать. И представить себе, что нужна система ПВО вообще для столицы. А кто, собственно, к нам может прилететь? Мы торгуем с Западом, у нас свободное движение людей и капиталов. У нас там чемпионат мира по футболу прошел. Нафига нужна эта система ПВО? И вот не произошло переключение сознания в этом смысле. Нет, конечно, я думаю, что многие боятся и, может быть, хотели бы уже как-то подготовиться к последующим неприятным событиям. Но, безусловно, если это будет повторяться еще чаще и чаще, то граждане, наверное, переключатся в режим существенно большей тревожности. А может быть, власти уже примут это как должное. Но для властей, повторюсь, это крайне нежелательный сценарий. Им нужно поддерживать ощущение нормальности и спокойствия. Иначе меняется сам модус существования в той России, которая далеко от собственных боевых действий. Ну, про российский власть я вас еще спрошу, но все-таки я хочу еще вернуться к москвичам. То есть, получается, что москвичей вот эта вот война, которую ведет Россия, она до сих пор где-то там еще далеко, это все не с ними, это все где-то там вот за бугром. Несмотря на частичную мобилизацию, которая дала огромный всплеск тревожности, в том числе, естественно, в Москве. Потому что в Москве, хотя и говорят, что это в последнюю очередь, город подпадал под эту акцию. Но здесь была просто охота на людей в октябре, как и в Санкт-Петербурге. И многие чувствуют себя небезопасно, но принимают как бы происходящее по мере поступления неприятности, я бы так сказал. Вот в чем, собственно, смысл адаптивности людей, которые живут в больших городах, не только в Москве, но далеко от, собственно, зоны боевых действий. Главная задача не быть вовлеченными в окопы, избежать от этой самой мобилизации, но при этом сохранить, естественно, приблизительно тот уровень жизни, и тот способ жизни, который был до специальной военной операции. Теперь давайте продолжим говорить о российских властях. Почему российским властям, которые не включают эти сигналы и оповещения, так важно, чтобы в том числе москвичи не боялись, у них не было этой тревожности, не было паники? Это может поднять какие-либо протестные настроения? Это как минимум поднимает уровень тревожности. Сейчас, вот я с утра смотрел данные фонда общественного мнения, они замеряют уровень тревожности, он на сравнительно низком уровне. Он на уровне где-то конца августа, начала сентября 2022 года, то есть до частичной мобилизации, когда произошло некоторое совсем успокоение. То есть явным образом россияне отодвигают от себя это ощущение опасности. Это выгодно властям, потому что они пережали на кнопку тревожности, безусловно. В июне и Шойгу, и многие верхние деятели говорили о том, что нет, 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 нам не нужна частичная мобилизация, у нас очень много добровольцев. Что, кстати говоря, возможно и правда. Мы не знаем реальных цифр, верить официальным властям не очень можно, но тем не менее. В то же самое время готовится законодательство, которое заточено абсолютно под чуть ли не всеобщую мобилизацию. И мы слышим высказывания о некой большой войне, как будто эта война маленькая. Очень важно властям сохранить спокойствие населения, ощущение нормальности, потому что иначе действительно уровень тревожности может переключиться и в протестное настроение. В тех слоях, которые совершенно не собирались протестовать, которые просто пережидают сложные времена, не готовы выступать против властей. Но на самом деле эта ситуация очень хрупкая и пограничная, никто не знает, где предел вот этого терпения. Ну ты не знаешь, где предел. Андрей, мой следующий вопрос. А если не собираются власти нажимать эту кнопку, включать сигналы оповещения, зачем тогда Москва потратила эти 200 миллионов рублей для оповещения граждан? Чтобы быть готовым к худшему сценарию. Возможно, здесь тоже более широкая проблема вообще, как работает система ПО. Есть она, нет ее сильная, она не сильная. Я думаю, что за годы мирной жизни о ней никто не вспоминал. В советское это время эта система не очень была хороша, тогда было все милитаризовано. Когда-то вот секретаря московского Горпома Егоровича его сняли за то, что он покритиковал систему ПВО, покритиковал военных. Говоря о том, что Москва не защищена. А это были времена абсолютной готовности к войне. Так что сейчас, я думаю, на это какие-то деньги все-таки тратятся и есть ощущение того, что и к этому тоже, наверное, нужно готовиться. Но в мозги властей сейчас очень трудно влезть, поэтому делать выводы довольно сложно. Но все-таки, а вы понимаете, что должно такого произойти, что российские власти принимают решение? Вот сейчас, вот именно тот момент, когда нужно нажать эту кнопку для оповещения, всегда воздушной тревоги необходим. Я думаю, что если это будет систематическим явлением, не 28 за определенный период времени, а 28 в день, или там, я не знаю, в неделю, тогда, наверное, все-таки они будут вынуждены изменить вот этот модус спокойствия в существовании москвичей, жителей больших городов или малых городов, вообще россиян, наверное. Можно еще буквально 30 секунд. А по поводу Путина, который молчит всю неделю об атаках на Москва-Сити, а у него есть уровень тревожности? Или, как считаете, он спокоен? Он внешне, безусловно, очень спокоен. Боюсь, что он внутренне спокоен. Это человек, который никогда не признавал своих ошибок. Вот анализируя ситуацию, мы вынуждены все-таки заниматься путинской политической психологией. Человек, не признающий ошибок, человек неуступчивый, который не способен к компромиссам, который не способен, как мне представляется, к рациональному поведению сейчас, мы это видим. Я не думаю, что он готов прям всерьез это воспринимать как опасность. Зато удары возмездия, как теперь уже официально называет это российская сторона, они-то как раз, к сожалению, возможны. Я вас понял. Андрей, спасибо большое за ваш анализ. Российский политолог Андрей Колесников был гостем нашего утреннего эфира. Спасибо огромное. Ну а по Украине российские военные сначала полномасштабного вторжения выпустили почти 2000 беспилотников типа шахет. Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В общем, террористы уже запустили против Украины, уже что-найменше, 1961 шахет и значную часть удалось сбить. На жаль, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше, чтобы максимум сбивать. Мы работаем, чтобы было больше систем ППО. В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей, всех представителей Украины. Все должны работать. Все. На победу, на защиту жизни, жизни и людей. И защиту нашей прекрасной Украины. Но вот российские военные при отступлении на юге Украины минируют тела своих погибших сослуживцев, зная, что украинские медики их осматривают. Об этом пишут агентства Reuters и газета New York Times. В случае минирования тел погибших российских солдат украинские военные фиксируют в Запорожской области, где в ИСУ ведут активное контрнаступление. В одном из таких случаев украинские военные сместили тела российских военных с помощью специального крюка для разминирования минных ловушек и обнаружили противопехотную мину. Она взорвалась, саперы не пострадали. Украинское командование и военные эксперты называют минные поля главным препятствием для контрнаступления в ИСУ. И минные поля, и растяжки мешают украинским военным продвигаться не только в Запорожской области, но и на Донбассе. Новые кадры прочесывания российских позиций под Бахмутом показала третья отдельная штурмовая бригада ВСУ. Ну вот такая была первая часть программы «Утро» на телеканале «Настоящее время». Далее, уверяю, у вас будет еще интереснее. 9.28 по Москве-Киеву-Минску-Риде сейчас. И на мгновение я прерву нашу программу, ради того, чтобы вы успели поставить лайк под наши трансляции, смотрите нас в Ютьюбе или на Фейсбуке. И тут же передам слово моей прекрасной утренней коллеге с ображительной улыбкой Анне Боровко. Ань, я знаю, что у тебя другие новости сегодня. Рассказывай. Да, Вова, привет. Новостей сегодня много. Владимир Путин призвал российских чиновников ездить только на отечественных автомобилях. Польша с 15 сентября закрывает границу для украинской агропродукции, а в Мордовии впервые в России ввели штрафы за склонение беременных женщин к аборту. Но подробнее сегодня я расскажу совсем о другом. Российский беспилотник, вероятно, долетел до страны НАТО. Дрон упал на территории Румынии. Это произошло во время российской атаки на город Измаил в Одесской области 2 августа. Как сообщают румынские СМИ, со ссылкой на мэра приграничной коммуны Читалкиой Тудора Чернега, местные жители сообщали, что видели беспилотники, один из которых упал в лесу. Но его обломков чаще леса найти пока не удалось. Люди напуганы. В некоторых домах выбиты окна. В Министерстве обороны Румынии расследуют инцидент. А Россия ищет добровольцев в свою армию в Казахстане. На местных сайтах начала появляться реклама службы в российской армии. На ней флаги России и Казахстана, рядом с которыми слоган «Плечом к плечу». Как пишет Reuters, рекрутам предлагают разовую выплату в 495 тысяч рублей, это больше 5000 долларов. Кроме нее новобранцам обещают ежемесячную зарплату в районе 2000 долларов. Поступать предлагают в российскую армию на Сахалине, но по указанным в рекламе телефонам журналистам отказались рассказывать детали. Reuters уточняет, что участие в военных конфликтах за границей за деньги по законодательству Казахстана незаконно. А в Карелии бывшего вагнеровца подозревают в массовом убийстве. 1 августа в селе Деревянное в двух соседних домах нашли тела шести человек с ножевыми ранениями. Оба дома пытались сжечь, видимо, чтобы скрыть преступление. По подозрению в убийстве задержали ранее судимых Максима Бочкарева и Игоря Сафонова. Бочкарев был судим за кражи, угон, грабежи, разбой и изнасилование Сафонов еще и за покушение на убийство. Оба отбывали срок в одной колонии. Как пишет Север Реали, Сафонов в 1922 году был завербован в ЧВК Вагнер и только недавно вернулся с войны. Я коротко напомню, что в конце июня владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что в Россию с фронта вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Они получают помилование после полугода службы или боевого ранения. Издание агентства подсчитало, что с начала года вернувшихся с войны наемников и солдат российской армии обвинили уже как минимум в 17 убийствах. А телеканал Минобороны России «Звезда» удалил поздравления с Днем десантника от командующего ВДВ Михаила Теплинского. Из-за того, видимо, что тот частично раскрыл число раненых на войне России против Украины. На этот факт обратило внимание издание агентства. Журналисты восстановили запись с помощью веб-архива Google. Теплинский там говорит про 8,5 тысячи раненых десантников, вернувшихся на фронт. Количество убитых и тяжело раненых он не называет, но ранее Медиазона и русская служба BBC сообщали, что к 30 июля на войне погибли как минимум 1832 десантника. Горжусь тем, что 43 военнослужащих воздушно-десантных войск за полтора года специальной военной операции стали героями России. Но больше всего тем, что более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт. А свыше 3,5 тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. И еще немного про десантников, но теперь уже белорусских. В свой профессиональный праздник военнослужащие 38-й отдельной Брестской десантно-штурмовой бригады продемонстрировали, как пишут белорусские СМИ, свое исключительное военное мастерство. Давайте посмотрим. В Бресте, как пишут журналисты, эта воинская часть стала одним из символов города, а в Украине поводом для шуток из-за того, что белорусские десантники демонстрируют что-то больше похожее на цирковые трюки. Вов, что тебе больше понравилось? Перевороты с дымовой шашкой, скоростной разбор УАЗика, могли же и стиральную машину разбирать, а может вальс с бронетранспортерами или, дай угадаю, саундтрек? Саундтрек отличный, Аня, знаешь, но я в свое время принимал участие в военных учениях десантников, правда, как журналист. Одно из заданий, которое я испытывал на себе, необходимо было по натянутому тросу между двух берегов пересечь реку под прикрытием дымовой завесы. Ощущения тогда были интересные, и в это время я еще держал в одной руке микрофон и записывал стендап для телевизионного сюжета. Даже мне приходилось снимать множество разных военных учений, но вот десантники-акробаты, для меня такое шоу-новинка. Я, конечно же, болею за тех белорусских десантников, кто разбирает автомобиль. Но все-таки в качестве соревнований мне необходимо было все-таки приложить боевую машину десанта. Это была Анна Боровко с утренными новостями. Спасибо тебе. Московский городской суд сегодня в средние дня вынесет новый приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. Суд устроили в исправительной колонии номер 6 Владимирской области, где Навальный уже отбывает другой 9-летний срок. Сейчас обвинение требует посадить главного оппозиционного политика России на 20 лет. Накануне приговора в суд сетях Навального появился пост. Сам Навальный считает, что ему назначат сталинский срок. Срок будет большой. То, что называется сталинский. Формула его расчета простая. То, что попросил прокурор, минус 10-15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно. Так вот, у меня просьба номер один. Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями, как при Сталине. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключенными тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл – запугать вас, а не меня. Я даже так скажу, персонально вас, читающего эти строки. Итак, сейчас Навальный находится в колонии по приговору, вынесенному ему 2 февраля 2021 года. Буквально через две недели после того, как Навальный вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления российскими спецслужбами. Хронику того, что в последние два года происходило самым известным российским позиционерам, собрал Тимофей Рожанский. Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. Решив вернуться в Россию после лечения отравления ядом новичок в Германии, Алексей Навальный удивил многих. «Тебя же посадят», – говорили ему. Это казалось неизбежным. Так и случилось. В аэропорту Шереметьево 18 января 2021 года, куда неожиданно перенаправили рейс Берлин-Москва из аэропорта Внуково, главного лидера российской оппозиции ждали не только последователи, но и силовики. «Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь». «В каком статусе, Алексей? В каком статусе?» «На каком окном?» «Удачи, Алексей!» «Юля! Юля! 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 Юля!» Жена Навального Юлия вышла в город уже без мужа. Ее приветствовали сотни людей, которые успели доехать до Шереметьево, узнав, что там приземляется самолет с Навальным. «Самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку». Самого Алексея увезли в отделение, где, вопреки законам, состоялся первый суд с избранием пресечения в СИЗО. «Здесь нет уже ни следствия, ни суда давно. Сам термин этот суд, он тут неприменим, хотя его в СИН предприменяют». «Но тут важно даже скорее подумать о том, почему они делают именно так, почему они посадили мой самолет в другом месте, почему они трусливо организовали вот этот вот процесс прямо в здании ОВД, почему они не пустили никого, почему все так срочно, почему никто не знал об этом суде. Ну, потому что у них рейтинги большие или потому что они сильные. Да нет, потому что вот этот самый вороватый бункерный дед, он сидит и трясется от страха. Они же боятся, ровно поэтому так вот делают срочно, тайно, секретно, так торопятся. Они боятся и боятся они вас». «Десятки тысяч россиян. И эту репутацию он снова подтвердил. 23 января почти в двухстах городах России прошли массовые митинги. В Москве, по данным ФБК, вышли около 50 тысяч человек. Полиция применяла силу, избивая мирных протестующих. Тысячи были задержаны, спецприемники были переполнены. Спустя неделю, 31 января, акции повторились. Полиция задержала почти 6 тысяч человек. Это данные проекта ОВД-Инфо. «Добрый день! Добрый день!» «Не успел молодой человек ответить». Это были крупнейшие митинги в России за последние годы. Вероятно, число участников выросло и благодаря публикации расследования соратников Навального про дворец Путина в Геленджике за миллиард евро. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! 2 февраля Симоновский суд отправил Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по делу Иф-Роше. В тот же день сторонники Навального снова вышли на улицы Москвы и подверглись избиениям. Весь центр столицы контролировался полицией. Это была последняя крупная несогласованная акция до полномасштабного вторжения России в Украину, о которой зимой 21 года мало кто мог подумать, в том числе и Алексей Навальный, на которого стали заводить уголовные дела одно за другим. Оскорбление ветерана, мошенничество и оскорбление судьи. Затем ряд экстремистских сотей. Организация экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, легализация денежных средств, создание НКО, посягающей наличность и права граждан. Это только те дела, о которых мы знаем точно. Путин не называет Навального по имени. Кремль подчеркивает, он обычный заключенный. Тем не менее, Навальный регулярно попадает в ШИЗО, маленькую одиночную камеру, где можно лежать только в определенные часы. Там он провел уже больше полугода. У него давно начались проблемы со здоровьем. К нему не допускают врачей. Несмотря на заключение, Навальный продолжает вести политическую жизнь. Например, регулярно выступает против войны. Вот фрагмент из его последнего слова, зачитанный актером Александром Филипенко. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась. И с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже, то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. А вот как Навальный на годовщину вторжения сформулировал свою политическую платформу для нормального гражданина России. Среди них компенсация ущерба Украине и России и возвращение границам 91-го года. Ранее его критиковали, особенно в Украине, за высказывание о том, что Крым останется де-факто частью России. Крым — это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? Бывшего министра обороны, так называемый ДНР, Игоря Стрелкова-Гиркина, Навальный назвал политзаключенным, поскольку арестовали его по фиктивному и политически мотивированному делу. А после мятежа Пригожина, политик заметил, что на защиту Путина никто не вышел. В целом, Навальному удается следить за новостями и даже вести соцсети, вероятно, передавая текции для них через адвокат. Процесс по его последнему делу закрыт. И комментария приговора от самого Навального в прямой речи мы, скорее всего, не услышим. Обвинение требует приговорить его к 20 годам лишения свободы. И к нашему эфиру присоединяется российский политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я решил не задавать вам вопрос про новый срок, который предположительно назначат сегодня, пройти 20 лет. Но мне вот интересно ваше мнение. Вернуться, рассмотреть ретроспективу. Возвращение Навального в Россию вот тогда, два с половиной года назад, как вы считаете, было ошибкой? Ну, наверное, вы знаете, он сам принимал это решение. И он политик все-таки. Он решил рискнуть. Иной вопрос, что этот риск не увенчался успехом. Поэтому говорить об ошибке я бы не стал, потому что он сознательно пошел на обострение ситуации. Ну, видимо, на что-то рассчитывал. И в этом смысле он совершил большой и смелый, храбрый поступок. Многие говорят о том, что если бы он остался, он бы смог в эмиграции координировать своих сторонников. В этом тоже правда есть. Но вторая правда заключена в том, что он сознательно пошел на то, чтобы стать узником совести. Ну, условно говоря, там, Манделлой. Это тоже одна из таких стратегических линий политика, к которой он, бесспорно, является Навальный. Поэтому здесь, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Поэтому, наверное, трудно говорить того, чего не состоялось. Но, тем не менее, вот у меня вопрос. Вот если бы сейчас Алексей Навальный находился там в Берлине, в Германии, в любой другой стране, не в России, в целом российская оппозиция была бы сильнее? Вы знаете, я не думаю, потому что слишком силен тоталитарный режим, который громит все и вся. И поэтому в этом смысле он бы, конечно, присутствовал медийно. Может быть, ФБК было бы более, так сказать, цельным. Не то, что мы сейчас наблюдаем. Они именно в таком внутреннем раздрае находятся. Вот он бы, наверное, придавал какую-то живость всему этому. Но я не думаю, что принципиально что-то бы менялось. Потому что природа российского режима такова, что он пока что кратно сильнее российской оппозиции. Но, тем не менее, Навальный, сидя за решеткой, пытается участвовать, принимать участие в политической жизни России, пытается организовать какие-либо... Позиции и внутри России, да, многое стало просто радикально иным. И сейчас даже те вещи, которые они озвучивали, предлагали, уже не кажутся столь актуальными, скажем там. Борьба с коррупцией, понятно, она уже людей не вдохновляет, потому что все понимают, что у нас носительный режим, например. Или то, что сейчас в активную фазу входят идеи такие, да, сепарации от России, вот, так сказать, самоопределение народов. То есть это тоже то, что пока команда Навального не может сформулировать или смонтировать в какую-то свою повестку. На мой взгляд, это вот для них сейчас большая проблема. Как действовать с теми национальными регионами, которые хотят, например, отделиться или которые требуют особых прав. Тут тоже вот им нужно, на мой взгляд, перестроиться и переформулировать, возможно, какие-то свои политические программы. Команда Навального не может... В общем-то, о его качестве, как и политике, он прекрасно понимает, что обстоятельства меняются, и необходимо менять свою позицию. Но кто-то может его упрекнуть в том, что он там предает собственные идеалы, на которых он там стоял несколько лет назад. Ну, это опять-таки вопрос дискуссионный, но я думаю, что он старается, старается шагать в ногу с политическим... ...что он начал эту войну, которую обвинили в Гаге в ответственности за сбитый Боинг. Но для Навального Стрелков стал политическим заключенным. Объясните, для кого было сделано это заявление? С кем заигрывает Навальный? Ну, это действительно странное заявление, с одной стороны. С другой стороны, он, возможно, пытался проявить, что называется, солидарность сидельцев. Такое тоже было. И мы знаем во времена, когда сидели, так сказать, в 30-е годы по 58-й статье, такое было. Но называть Стрелкова, конечно, политическим сидельцем, это, что называется, на мой взгляд, было не очень верно, потому что Стрелков преступник, Стрелков человек, который составлял основу этого режима, действительно активно участвовал в захвате украинских территорий. Он жертва разборок внутри башен Кремля. Вот так вот. Ну, Навальный решил сделать какой-то ход. И, на мой взгляд, этот ход не очень удачный. Потому что, если даже он хотел привлечь сторонников каким-то образом Стрелкова, что называется, потрафлять им, то мы увидели, что на защиту Стрелкова, кроме полутора-десятка сумасшедших, никто не вышел. Это говорит о том, что электоральная или политическая база Стрелковщины, она очень маленькая. Поэтому заигрывать с этой статистической погрешностью была ошибка. Руслан, спасибо большое за вашу аналитику. Будем следить, конечно же, наш телеканал за приговором, который вынесут сегодня Навальному. Российский притолог Руслан Айсен был гостем нашего утреннего эфира. Спасибо огромное вам еще раз. Спасибо. Ну и в конце недели я снова вернусь в Латвию. Напомню, что в прошлые выходные в Юрмале прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуля. На него известная во всех постсоветских странах певица пригласила в основном украинских артистов. И вот грузинская певица Нино Катамадзе, которая несколько лет назад отказалась выступать в России на фестивале в Юрмале, в том числе пела и на украинском языке. Эксклюзивное интервью с Нино Катамадзе в Латвии записала наш корреспондент Евгения Котляр. Вы прекрасно знаете, что в России очень многие артисты делают вид, что их не интересует политика или действительно ей не интересуются. А вот на этом фестивале все совсем иначе. Очень многие артисты делали, можно сказать, политические стейтменты со сцены и очень яро поддерживали украинцев и Украину. Мой голос свободы, мой выбор должен быть настолько четкий и правильный, чтобы мне не пришлось лишний раз подумать о том, что мой выбор настолько неправильный, что я не могу продолжать жить честно, как честной гражданкой, так сказать. И поэтому я могу сказать, что не понимаю таких людей, которые говорят, что политика их не... Политика может быть не твоя профессия, но это часть дипломатии, как общаешься, с кем общаешься, кого выбираешь. Это есть и политика. То есть что ты выбираешь, это есть политика. Скажите, а от вас сегодня будет какое-то заявление со сцены? Ну, что я буду? Я буду петь «Чернобровица». Это моя единственная негрузинская репертура, моя жизнь. Вы прекрасно знаете, что после начала войны большое огромное количество россиян переехали, релацировались в Грузии. Расскажите о том, какое сейчас в действительности в Грузии отношение к русским людям. По-разному, потому что у нас в Грузии приехали не только те люди, которые просто хотели убежать, а люди, действительно, которым нельзя было оставаться. Но, допустим, по-разному встречать. Просто я бы сказала по-другому, не по русским людям, а по поддержке Украины. Потому что самое большое, много флагов каждого этажа или на балконе вы увидите флаг Украины. И это о многом говорит. И есть уже больше 6-7 месяцев, 8 месяцев, что русские люди живут в Грузии. И есть очень много плохих историй. То есть есть истории, которые, я думаю, что ничего хорошего не приведут. Но есть люди, которым действительно нуждается помощь. Есть фонд, фонд Нина Катамадзе, который мы создали в конец марта 2022 года. И до сегодняшнего дня он помогает украинским детям, которые приехали. То есть, когда ты внутри этого находишься, ты понимаешь, что тебе важно другое. И люди, которые живут в мире, как-нибудь они позаботятся о себе. Вы сказали про разные отношения. И сказали в том числе, что в Грузию приехали многие и те россияне, которые не могут находиться в России по понятным причинам. Но при этом мы знаем истории, когда российских политиков, активистов, независимых журналистов не пускают. Не пускают. Объясните. Но я не могу объяснить. Ну, я не могу объяснить предательство. Это предательство государства, одного человека. Или той системы, которой мы никак не можем в какую-то страшную историю выйти. Но самое главное, что у нас есть фантастические молодежи, которые, их ценности абсолютно, они совершенно другие. Они получают другую информацию, они слушают другую музыку, они создают абсолютно другую культуру для современной Грузии. И я думаю, что это сильнее, чем какой-то старый предательский советский мышление. Поэтому я бы воздержалась бы о предательстве моего правительства. Говорят в деталях. Но я думаю, что есть люди, которые смело говорят о правде. Есть люди, которые протестуют. Есть каналы у нас, оппозиционные каналы, которые протестуют, которые говорят очень смело. Которые, несмотря на это, все равно у нас есть цель добраться до Европы, потому что наша страна – это европейская старающая, важнейшая наша дорога. С первого века мы европейцы. И вся наша история говорит об этом. Как думаете, обычные граждане России, которые являются поклонниками вашего творчества, огромного количества артистов, которых мы видим здесь, в Юрмале, но которые не могут и не хотят выступать в России, положим, сейчас. Люди в России, они понимают, что вот эта невозможность их видеть чаще ваше творчество, что это тоже следствие большой войны, а не чего-то другого. Не торгая, я учусь перевоспитывать себя, принимать реальность и бороться там, где я могу что-то сделать доброе. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что очень больно мне отвечать, потому что больно будет тем людям, как я хочу ответить на этот вопрос, которые действительно убежали и действительно все оставили. Но они оставили своих родных живы дома у себя, которые не взяли собак, не взяли бабушек, дедушек. Когда ты своими глазами увидела людей, страну, и в госпиталь заходишь и видишь, что тебе рассказывает любимый друг, дирижер, который заминировал тело своих родных, то есть о чем мы сейчас будем говорить, скажите, пожалуйста, будем говорить, как оставили свои дома, и если они хорошо себя будут везти, они могут любое время вернуться с собой. Домой просто о чем мы говорим сейчас? Нету сравнения, не бывает сравнения. В войне есть одно правило, быть правилем. Все. Сегодня моё сердце принадлежит в Украине, моя музыка принадлежит в паузу, моя любовь принадлежит в Георгию, и я благодарю прекрасной Латвии за такой поддержкой Георгию в Украине. Паузу. Расскажите о ваших впечатлениях от выступления под бомбежками, выступления в Киевском метро. Ощущение это не передаётся, нигде не вкладывается, нигде никак невозможность словами передать то, что значит во время войны голос свободы, пение. И иметь силу просто не потерять этот голос, создавать во время войны, думать о светлой стороне во время войны. И ни один день, допустим, львовский филармонический, симфонический оркестр не перекрещал, не останавливал свои действия. Во время войны, ты понимаешь, настолько важно каждую секунду, которая тебе принадлежит, и настолько важно человек, любой человек рядом с тобой, лишь бы он остался живым. Дождитесь полную версию этого интервью на нашем сайте Current Time и на нашем YouTube-канале. Вот такая была программа «Утро сегодня». Ещё раз приглашу вас поставить лайк под нашей трансляцией в YouTube-канале. Меня зовут Владимир Михайлов. Оставайтесь с телеканалом в настоящее время и до встречи. Настоящее время запускает новый канал на YouTube. Весь док теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реальность становится ближе. Настоящее время ДОК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин